Более двухсот домов в микрорайоне Пахтакор стали объектом ожесточенных споров и потенциально возможной чрезвычайной ситуации. Как выяснили коммунальщики, все эти дома построены непосредственно на магистральном водопроводе, по которому вода из Акбай-Карасульского водозабора поступает в город. Дома в десятки тонн весом создают избыточное давление на магистраль, которое такого давления сверху может не выдержать, а значит все эти дома в любой момент могут уйти под землю. Одна из тех, чей дом построен прямо на водопроводе – Саулей Игзбаева. Как рассказала женщина, дом этот она не строила, купила, а потому все претензии нужно предъявлять не к ней. Почему нотариус спокойно оформила сделку купли-продажи, если это такой проблемный дом? Я, когда его покупала, ничего не знала о нарушениях. По нарвативам, расстояние между водопроводными сетями диаметром 800 миллиметров и жилыми домами должно быть не меньше 20 метров. Земля во всей округе считается санитарной зоной. Однако в этом жилом массиве это правило нарушается. В этой части города водопроводная труба была проложена 40 лет назад и жить тут просто опасно. К слову, этот трехэтажный дом стоит на трубе, которая снабжает водой целый город. Когда владельцы только заливали фундамент, специалисты предупреждали, что здесь строить нельзя. Однако хозяева не стали слушать и построили на магистральном водопроводе трехэтажный дом. Давление в трубах под домами составляет 8-9 атмосфер. Малейший скачок давления может привести к серьезным последствиям, а в случае порыва в округе не останется ни одного дома. По чьей вине жители, имеющие на руках разрешительные документы на строительство, оказались заложниками обстоятельств, пока неизвестно. В этом деле предстоит разбираться как правоохранителям, так и судьям. Тем временем специалисты ТО «Водные ресурсы маркетинг» сообщают, что с похожими нарушениями в городе построено более двух тысяч домов.